У него просто такое тревожное очень состояние, да, он ощущает, что он не на своем месте, он художник, да, он ощущает, что что-то не то с ним. Вот он живет, он художник, да, что-то его мучает, что-то не то. И он, как член этого кружка, он дружит с Александром Цирковым, и он хочет, чтобы вот, ну, такой самый пронзительный метафизик в этой истории, да, дал ему ответ на этот вопрос. который его мучает. В чем дело, в чем лежит тайна его постоянной тревоги? И тот отвечает, я не буду говорить, что случилось, мне не дело рассказывать сюжет Кигина и о представлении, да. Вот, и Меркулов отвечает ему, поскольку он бизионер, бизионер, я помню, да, вот, что действительно с ним случилось, и потом развертывается уже жизненная ситуация Дениса, как последствия, вот, это открытие. Вот, и далее, и далее, там, различные корридии. Упомяну только один случай, и на этом, может быть, мы закончим, я коснулся немножко только многих социальных таких, еще двух-тревог таких вот. И там один очень такой пронзительный действительно момент заключается в истории одной женщины, которая, жена одного из героев, да, вот, она требует невозможно, она погибает, потому что она требует невозможно. Она требует ласки, но ласки не от мужчины, ни от человека, ни от сына даже, который у нее есть, ни от дочери, у нее есть маленькая. Она хочет ласки от всемогущего первоначала, от того, кто создал этот мир. И это ее своего рода помешательство, то есть, какое ласка? Ласка духовная, да, ласка той, чтобы самое высшее существо, которое может быть в этом мире, проявило к ней какую-то ласку. Не через молитву, скажем, да, а вот просто конкретно, ей именно ласку, обращенной к ней. И вот такой духовный сдвиг, можно назвать, его совершенно выводят из себя. Это описано в романе, да, и столкновение, связанное с этим, с этой такой трагической, можно сказать, какой-то внутренней трагической проблемой. Вот. Другая, другой там момент уже заканчивается, ну, в конце, да, такой герой есть. Он посторонний для этой вот окружка мотивы. Но он, этот, его история приближает к апеллогу, потому что апеллог посвящен нашей жизни, вот, нашей жизни конкретной. Да, да. Вот. Это человек, который хочет видеть в детях, наших детях, которые родились здесь, вот недавно, уже в 21 веке, увидеть, ну, какие-то ангельские существа. Увидеть в них какую-то надежду на преображение жизни, на преображение России, да, вот. Он бродит по Москве, по другим городам, знакомится и ищет вот своим внутренним взором детей, которые, в которых, в которых вселилась вот эта надежда детей, посланных, чтобы преобразить Россию. Это такая параллельная история. Он там увидит, вот, сына одного из героев, сугробов его фамилии, одного из героев этой группы. Вот. Это тоже такая история, которая вернется вокруг всех этих коллизий, да. Да. И эпилог уже совершенно другого плана. Он, так сказать, завязан на обычной проблеме такой, заболевает у соседа, у соседки заболевает дочь, она, потому что она принимает фальшивые лекарства, развивается такая, ну, история полукриминальная практически вокруг всего этого. Но проблема заключается в том, что вот окружающие, вот этот кружок людей разного плана, там есть журналисты, там есть, ну, такие люди, некоторые публичные, да, вот. Они слышали об этом кружоке, и они хотят, и они пришли, собрались, выбрали день, хотят с ними встретиться для того, чтобы, вот, они ответили на вопрос, а что они думают о России на сегодняшнем, что здесь можно сделать, вот. Вот вы, люди, вы выходите в другие миры, но что вы можете сказать по поводу того мира, где вы находитесь. И вот там начинается вот такой закрут на эту тему. Вот. И таким образом эпилог заканчивается, начинается он с таких, с такого далекого-далекого неба, и заканчивается вот здесь, на земле. Ну, дальше я рассказывать не буду. Просто читайте. Но те вот некоторые из линий, которые там есть, я вам рассказал и доставил. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В Ваших поздних текстах тема России, она, собственно, центральна. Так же, как в Ваших последних романах, Ваших метафизических работах. Вопрос мой краток и, ну, предельно прозрачен. А можете ли Вы сформулировать максимально вот прозрачно, что именно вселяет и продолжает вселять в Вас такую изгибаемую веру в Россию, в ее метафизическом высшем смысле? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это трудно ответить одной фразой, да, но вселяет два момента. Ее история, не столько ее история, сколько более, скажем, сужена, да, ее великая классика, великая литература. Потому что, когда ее читаешь, она не... С моей точки зрения, я написал об этом в некоторой статье «Толстой и Бог», например, да, видишь вот эту необычайную, неиссякаемую какую-то тайну и мощь, которая заложена в русской культуре. Я имею в виду именно классику, начиная от Гоголя, кончая Лисениным блоком, вот, до революции, включая, конечно, Серебряный век, да. Вот, когда мы были в эмиграции, вот у меня, я перечитал все это совершенно по-новому и увидел там, что я просто не знал, уже я здесь не знал то, что там скрыто. Вот это начало, которое исходит там, это первое. А второе то, что в виде сейчас очень много людей в России самых разных, пусть эти люди в меньшинстве, но они и должны быть в меньшинстве, в конце концов. Вот, лягушкой был в меньшинстве, включая его кладовок, да, и его читатели были небольшая кучка людей при жизни, да. Вот я видел здесь просто людей, не связанных с каким-то моим кружком и так далее вообще людей, видел их глаза, видел все. И именно их существование вызывает вот эту надежду, вызывает эту надежду. Почему? Потому что я был на Западе, видел этих людей. Я уверен, что, я не говорю о Востоке, Восток, это хитрое дело, что там происходит, я там, я был только в Уиндии. Вот, что там, это другой вопрос, но имею в виду весь, так сказать, европейский мир, что я уверен, что только Россия может дать какое-то великое будущее. Только здесь может что-то великое совершиться, великое в имперском смысле, а в смысле духовном, в смысле преображения реальности, о которой грезил Серебряный век. Сейчас здесь, как и везде во всем мире, творится кошмар. И все это отлично знаем, но это не только в России, это во всем мире сейчас. Это будет, это неизбежно, это будет продолжаться некоторое время. И как из этого выйдем, если говорить о России или хотя о других тоже, это, ну, трудно сказать. Но, видимо, будут неизбежны какие-то катастрофы, какие-то катаклизмы, из которых все это вырвется. И просто наступит другое время и, вероятно, даже другая цивилизация. Но это уже совсем другой вопрос. Как это реализуется? Я вижу то, что, вот отвечая на ваши вопросы, я вижу, что в России заложено вот это великое духовное будущее. В конце концов, духовное начало и определяет все. В Великой Греции, Древней Греции осталось только ее духовное начало. И оно двигало древнюю историю в Европу. Поэтому, если это будет, то будет и история продолжаться. Так что мы только не знаем, как это, я лично не могу сказать, как это проявится, каким образом. Но история движется, она не стоит на одном месте, потому что, видимо, все говорят, что во всем мире в течение ближайших десятилетий будут какие-то большие изменения. В общем, посмотрим. Но вот это начало, которое лежит, я вижу его реально не только в классике, а в людях. И поэтому я убежден в этом. Спасибо за вопрос. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Витальевич Мамлеев – это наш русский рентген. Он просвечивает насквозь. И поэтому все вот эти бренные одежки, то, что мы на себя надеваем, чем мы хотим казаться, а не быть. Все эти бренды, фишки, вся эта мода, все то, что меняется, и от чего мало что остается. Все это, как мы знаем, на рентгеновских снимках не видно, и оно не нужно. Более того, выясняется, это я, кстати, как бы вам не про рентген говорю, а я говорю про книги про творчество Юрия Витальевича Мамлеева, про его взгляд. Как выясняется, не нужна даже, не нужна никакая плоть, понимаете, не нужна ни кожа, и даже многие наши внутренние органы, в том числе, может быть, и сердце, они тоже нас обманывают. Они обращаются к чувствам. Но если мы посмотрим, если мы используем эту метафору сейчас и развиваем ее, если мы посмотрим на рентгенский снимок, то мы видим, что от человека остается только скелет. Остается его нетленная, как бы, ну, в этой материальной метафоре, его нетленный такой каркас метафизический. То есть то, что переживает его самого, переживает его время и остается не только на годы после его смерти, а сохраняется даже и на века. И вот именно эти, как бы, нетленные сущности и пытаются высветить Юрий Мамлеев в своих произведениях. И он даже изобретает свой собственный прибор, который, как бы, мы называем метафизическим реализмом. То есть у него есть реальный метод, даже не реальный, а метафизический метод, с помощью которого он просвечивает человека и видит не эти бренные социальные одежды, не психологические какие-то коллизии и какие-то его перипетии, что связаны с его телом, с его секрецией, с его какими-то социальными выделениями, и даже с его работой, его внутренних органов, от почек, там, вдоль до сердца. А он видит и оставляет нам неизменные вещи, в которых человек, как некий, как бы, твердая некая субстанция, камень.